Предупреждая очереди и давку. Регион готовится к началу оздоровительной кампании 2016 года. Как организована подача электронных заявлений и насколько увеличен личный прием, журналистам рассказали на пресс-конференции в Интерфаксе. По сложившейся традиции подать заявку на получение путевки в оздоровительный или загородный лагерь можно в течение всего одного дня в году. В 2016 день осады 11 января. Традиционно для соцзащиты этот день нелегкий, многочасовые очереди, нервы. В прошлом году в тестовом режиме попробовали принимать заявки через интернет. Опыт оказался не очень удачным. Сервер упал, не выдержав ажиотажа. Виной тому желание граждан подстраховаться. Некоторые граждане подавали заявление до 28 раз на одного ребенка, то есть, боя, что заявление не дойдет. Мы потом, когда анализировали и чистили, то действительно в среднем получилось, что каждый родитель через портал подал в среднем 10 заявлений на одного ребенка на одну очередь, боясь, что это заявление, заявка не дойдет до него. В этом году добавлена дополнительная опция. Когда заявка будет подана, пользователь получит сигнал. Не стоит предупредили ньюсмейкеров вставать одновременно в живую и электронную очередь. Достаточно одной заявки. На сайте Департамента соцзащиты создана страница с пошаговой инструкцией подачи заявления. Также с 10 декабря в территориальном управлении будет работать консультант, который научит всех желающих обращаться с электронным сервисом. Поток желающих отправить детей отдыхать и оздоравливаться в 2016-м едва ли уступит показателям прошлых лет. Ожидается 16 тысяч заявлений. Принимать их будут в территориальных управлениях соцзащиты населения по двум адресам в областном центре в МФЦ Иваново и Кохмы. Всего 72 окна. Сайт в этом году тоже справится, уверил начальник управления информационного общества. Программисты постарались увеличить пиковую нагрузку. Оснований ожидают сбоев системы в текущем цикле. У департамента нет. Проводится ряд дополнительных нагрузочных тестирований, которые сгенерируют 6000 соединений в секунду, что позволит обработать, планируя мочить в 60 тысяч человек за 10 секунд. Путевки будут. 8 тысяч в санаторно-оздоровительные лагеря, 13 тысяч в загородные. Количество баз отдыха сохранится на прежнем уровне. А вот стоимость путевок возрастет. В санаторно-оздоровительные лагеря стоимость путевки составит 17 тысяч рублей. В загородные – 12 тысяч 500 рублей. Стоимость питания в лагерях дневного пребывания установлена на уровне не менее 120 рублей. Чем больше средний доход в семье, тем выше стоимость путевки – от 10 до 30 процентов стоимости. Бесплатно отдыхать и оздоравливаться едут дети льготных категорий. Сироты – дети, оставшиеся без попечения родителей. Инвалиды – ребята из многодетных семей.